Здравствуйте, уважаемые родители! Мы с Ванечкой рады приветствовать вас, как говорится, в прямом эфире. И по вашим многочисленным просьбам и вопросам мы сегодня поговорим о теме работы, вашей работы с шеей и верхнегрудным отделом позвоночника, у малышей, для профилактики, для лечения заболеваний, связанных с проблемами шейного отдела. Прежде всего я хочу вам рассказать чисто анатомическое устройство шейного отдела, и чтобы вы были информированы, чтобы вы могли грамотно работать, грамотно влиять на состояние мышечной системы, шейного и грудного отдела вашего ребенка, и получать, соответственно, нужный лечебный эффект. Итак, несколько сведений анатомического характера. Область, ограниченная спереди верхним краем ключицы и сзади верхним краем лопатки, называется воротниковой зоной. Это та зона, которая довольно часто фигурирует в справочниках, пособиях или в каких-то информационных источниках, но не всегда рассказывается, что это такое. Итак, от ключицы до лопатки, сверху, вот мои руки, лежат на воротниковой зоне, спереди и сзади. Это вот зона, на которую, почему она так называется, на которую ложится воротник, не короткий и узкий, а вот такой из норки или черноборки, закрывает весь этот отдел. Итак, воротниковую зону покрывают, составляют определенные мышцы. Основная мышца воротниковой зоны – это так называемая трапециевидная мышца. Посмотрите и будьте внимательны. Она начинается от затылочного бугра. Вот если мы проведем по затылочной кости ребенка, то увидим взрослого человека, то почувствуем, что есть бугор, рука будет выходить вперед. Не плоский, не гладкий, а именно бугор. И вот от нижнего края бугра, с двух сторон вдоль позвоночника, начинается трапециевидная мышца, идет до заднего края воротниковой зоны, доходит до плечевого сустава, переходит спереди, и, прикрепляясь к грудине, закрывает переднюю часть воротниковой зоны. И действительно, если мы очертим эту линию, то мы получим геометрическую фигуру, очень похожую на трапецию. Мышцы, которые покрывают спину, и в том числе грудной отдел позвоночника, носит название самые-самые мышцы спины. Почему самые-самые? Потому что одна мышца самая длинная в человеческом теле, она так и называется длиннющая мышца, и она идет от затылочного бугра, примерно там же, где прикрепляется трапециевидная мышца, спускается вдоль позвоночника, достаточно глубоко она идет вдоль позвоночника, аж до самого копчика. Вот она проходит с одной, и вот она проходит с другой стороны. И вторая самая-самая мышца, это самая широкая мышца человеческого тела, она тоже так и называется, широчайшая, и она идет от заднего края воротниковой зоны, закрывая всю спину, конусом спускаясь к позвоночнику, вот так идет, покрывает всю спину, покрывает все более глубокие мышцы, и эти мышцы держат осанку, держат позвоночник в положении вертикальном, вот, и осуществляют повороты туловища влево-вправо, вперед-назад, и повороты в стороны. То есть это основные мышцы, определяющие так называемую осанку, осанка – это обычное, привычное положение тела, независимо от того, стоит или лежит человек, вот, и положение его тела осуществляется либо вертикально ровно, либо горизонтально ровно, но достаточно постоянная эта осанка. Значит, как мы осуществляем массажные движения? Прежде всего, мы должны понимать, что массажные движения в этом случае будут осуществляться по длиннющей мышце и по широчайшей мышце вертикально, по трапециевидной мышце горизонтально. Здесь в зависимости от возраста ребёнка, в зависимости от развитой его мускулатуры, мы работаем совершенно определенным образом, начиная от затылочного бугра. Мышцы берём с двух сторон. Сначала с одной стороны от позвоночника, потом с другой, ни в коем случае не сдавливая мышцы, не берём вот так. То, что я делаю сейчас, это неправильно, когда мы сдавливаем. Мы берём с одной стороны и осуществляем движения сначала поглаживающие, мягкие движения. Это может быть даже подушечкой среднего пальца, если это маленький ребёнок. При положении лёжа на животе мы работаем с мышцами плавно, осуществляя плавные движения до воротниковой зоны и с другой стороны. Потом аккуратненько берём двумя пальцами, как щипчиками, придерживая мышцу от затылочного бугра до воротниковой зоны, начиная разминать. Лучше всего разминать сверху вниз. Это и помимо снятия напряжения этой мышцы поможет в снятии внутричерепного давления, когда мы осуществляем отток крови и лимфатической жидкости из глубинных отделов коры головного мозга. Дальше мы от этого участка трапециевидной мышцы переходим к собственно трапециевидной мышце, к собственно воротниковой зоне. Здесь движения наши направлены горизонтально. То есть мы работаем сначала осуществляем лёгкое поглаживание от одного плечевого сустава до другого. Потом осуществляем лёгкое разминание. Опять же взяв мышцу двумя пальцами начинаем разминать от позвоночника к плечевому суставу и обратно не отрывая рук осуществляем движение поглаживания. Опять разминаем опять поглаживаем опять разминаем другую сторону опять поглаживаем. Можно снова уйти наверх и вернуться к плечевому суставу. Можно эти процессы разделить. Это не имеет значения. движение должно быть строго направлено от позвоночника к плечевому суставу с одной стороны и от позвоночника к плечевому суставу с другой стороны. И дальше мы спускаемся по длиннющей мышце вниз копчику и по длиннющей мышце вниз копчику с другой стороны осуществляя поглаживание здесь как удобно можем работать подушечкой среднего пальца можем работать подушечки большого пальца сначала осуществляется легкое поглаживание основная задача поглаживания это согреть наладить контакт между рукой не вашей и спиной вашего ребенка после этого мы начинаем растирание есть такое движение когда мы осуществляем похожие на поглаживание движения но с более сильным нажимом здесь можно осуществлять тоже вдоль позвоночника движение сильно так можем осуществлять прерывисто движение с одной с другой стороны можем осуществлять движение фаланговым суставом это более эффективно более сильно движение идущие сверху вниз и снизу поднимаемся легко опять осуществляем движение вниз и поднимаемся вверх и последнюю мышцу которую мы прорабатываем в этом отделе это широчайшая мышца осуществляем поглаживание либо двумя тремя пальцами вот так тоже сверху вниз на наверх поднимаемся очень легко опять идем сверху вниз наверх поднимаемся очень легко с одной стороны и с другой стороны охватывая максимально широкую часть спины вот после этого мы осуществляем движение которое называется разминанием берем двумя или тремя пальцами мышцу ребенка и осуществляем движение разминание очень похоже на разминание теста и опять же мы двигаемся сверху вниз осуществляем отток от коры головного мозга крови и лимфы в том числе для снятия внутричерепного давления и для освобождения собственно шейного отдела позвоночника вверх поднимаемся легко то есть не безотрывно рука идет безотрывно плавно работает переходим на пояснично крестцовому отделу на другую сторону поднимаемся и осуществляем разминание давление идет вот так вот месим тесто в виде мышцы и следующее движение по широчайшие мышцы спины это движение растирания когда мы осуществляем движение с давлением по этой мышцы на это может быть пальцем это может быть суставом на это это может быть даже ребром ладони мы осуществляем вот такие движения идущие вниз сверху и плавно поднимаемся наверх значит количество таких движений в принципе мы начинаем с небольшого количества движений 23 постепенно увеличивая нагрузку до семи десяти таких движений кроме того мы можем использовать воздействие точечного массажа на мышцы укрепляющие шею и спину и на точки которые позволяют снизить внутричерепное давление посмотрите внимательно на место расположения точек мышцы точки отвечающие за трапециевидную мышцу это середина трапециевидные мышцы в области соединение лопатки и и ключицы вот это часть вот на место куда погоны военным пришивают мы берем середину и давление осуществляется подушечкой большого пальца по часовой стрелки перпендикулярно точке это одна точка с одной стороны и одна точка такая же с другой стороны дальше точки приходим на лопатку значит если мы берем край лопатки идущий к плечевому суставу вот он мы находим на такая полумесячная линия линия полумесяца осуществляется по дуге мы находим середину этого этой дуги у краю лопатки осуществляем давление на точку подушечкой среднего пальца по часовой стрелке и с другой стороны подушечкой среднего пальца по часовой стрелке это точки снимающие напряжение с воротниковой зоны на следующей нашей лекции мы вернемся к этим точкам и я расскажу вам еще несколько точек которые способствуют снятию напряжения с грудного и поясничного отдела а сейчас точки снимающие внутричерепное давление очень важно потому что дети при повышении внутричерепного давления чувствуют себя очень дискомфортно итак посмотрите ушная раковина если мы отодвинем ушную раковину в сторону сзади будет такое костное образование длинное так называемый сосцевидный отросток от слова сосок сосцевидный отросток височной кости и так точки располагающиеся в районе уха прижимаем верхнюю часть ушной раковины и на границе височной кости и ушной раковины мы находим точку раз вторая точка на середине сосцевидного отростка она проецируется наружным слуховым проходом вот мы делаем вторую точку и третья точка прижимаем мочку ухо да вот там куда вы любите одевать сережки это называется мочка ухо мою при при лепляем при соединяем к получается у нас нижней челюсти и на этом месте находится . значит обращаю ваше внимание на кратность и на время воздействие на точки есть определенные правила мне бы хотелось чтобы вы эти правила запомнили и их применяли значит воздействие на точки осуществляется только обязательно подушечкой среднего пальца перпендикулярно точке вращательное движение по часовой стрелке не более семи секунд количество движений на одну точку должно быть ним за один маку за один сеанс не более семи раз что это значит это значит смотрите вы воздействуете раз семь секунд два семь секунд три семь секунд возвращаетесь снова как от точки да вот и этот эти возвраты за один раз не должны быть более семи случае если вы хотите продолжить больше то вы переходите на другую сторону биологически активные точки расположены таким образом что они симметричны и неважно воздействие с какой стороны вы осуществляете вы получаете тот же самый эффект и даже если проблема зажата зажатость или болезненность идет с правой стороны воздействие на точку с левой стороны вы достигаете точно такого же эффекта пожалуйста можете начинать работать с детьми не бояться даже если по каким-то причинам вы не попали сразу в нужную точку вреда ребенку это не принесет самое неприятное что может произойти она если вы не попадаете туда она не оказывает нужного эффекта поэтому вы всегда можете себя отрегулировать случае если вы что-то не поняли или не сомневаетесь на сайте есть информация о том как связаться с центром как связаться со мной пожалуйста задавайте вопросы и на дальнейших занятиях мы продолжим изучение таких действий таких манипуляций которые вы можете применять сами абсолютно не боясь и абсолютно быть уверенным в том что вы приносите позже своему ребенку на сегодня мы с вами прощаемся с Ванечкой желаем вам всего доброго и берегите себя